Пророчество преподобного Лаврензия Черниговского о последних временах. А также и кумиру Сталину, почитая его имя бессмертным. Батчу-то сказал, что когда Ленина бесы втащили в ад, тогда бесам было большое ликование, торжество в аде. И еще добавил, что когда Сталин в ад придет, то же самое будет. Погибет память их с шумом. Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее царство. Окормлять его будет царь православный, божий помазанник, царь будет от бога. В России исчезнут все расколы и ереси. Гонения на церковь православную не будет. Господь Святую Русь помилует за то, чтобы в ней было страшное и ужасное предантихистовое время. Просеял великий полк мучеников и исповедников, начиная с высшего духовного и гражданского чина, митрополита и царя, священника и монаха, младенца и даже грудного детяти, кончая мирским человеком. Все они умоляют Господа Бога, царя сил, царя царствующих, присветить Троицы славимого Отца и Сына Святого Духа. Нужно твердо знать, что Россия жребит Царицы Небесной, и она о ней заботится и ходатайствует о ней сугубо. Весь сон святых русских с Богородицей просит пощадить Россию. В России будет процветание веры православной и прежнее ликование только на малое время, ибо придет страшный судья судить живых и мертвых. Русского православного царя будет бояться даже сам Антихрист. При царе будет Россия самое мощное царство в мире, а другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под властью Антихриста и испытают все ужасы и муки, описанные в Священном Писании. Россия, кайся, прославляй, ликуя Бога и пой ему Аллилуйя. Аллилуйя.